С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Против Украины может быть тактическое это, потому что у него здесь ничего не получается, гибнут сотни тысяч его людей. Против Европы категорически нет, потому что их капиталы находятся там, дети их нет там, отдыхают они там. Что даже они тактическую ядерную бомбу не накинут, им, как говорится, железная занавессть закроется на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что не застосует однозначно, ну, того, что, ну, это зрозумело, что от какой-то страны то ответ будет, хай не от Украины, и, ну, не знаю, я думаю, что нет. По моему мнению, я не думаю, что он его применит, потому что много миллионов невинных людей погибнет. Надеюсь, что он это понимает, надеюсь. Он и без ядерного оружия же убил много людей. Я молюсь, чтобы это никогда не произошло. Думаю, что это никогда и не произойдет, это мое личное мнение. Хотя я понимаю, что утверждать это на 100% нельзя. Он может быть очень злым. Еще раз повторю, молюсь, чтобы это никогда не произошло в Украине или любой другой стране. Ну, в крайнем случае, может применить, там, если уже, допустим, посыпется фронт, и нам будет приносить намного больше помощи, будут давать. И я думаю, в таком случае, может в теории применить ядерное оружие. Хотя, опять-таки, мне кажется, это скорее по шантаже, не более. Это тоже, мне кажется, 50 на 50, ну, даже не 50 на 50. Помахать им хочется. Знаете, есть, например, люди, хай не ображаются на меня, люди невысокого росту, им хочется чего-то великого. Вот они всегда покупают себе великые автомобили, ленд-крузеры, здоровые только, крейсеры. Потому что, вот, в них есть нехватка, вот, в том взрослении, ну, это комплексы, да? И он своих комплексов, он, вот, это экстреполюет на вот эту вот велику бомбу, что он хочет нею страшно помахать. Но, на наше счастье, они все гарантократи, они все любят роскош, они хотят жить на Заходе, отдыхать там, ну, принаймні, их дети. А поэтому, я думаю, что, ну, не так все страшно, как, как, как сдаётся. Да, Заход чему-то боится, не знаю чему. Ну, они, в принципе, как бы, нульови, ой, не нульови, а 90-е, 80-е, всю холодную войну, они же знали, с кем имеют право, и не боялись, и задавили их, власне, своей экономикой, власне, своим интеллектом и так далее. А тут чего-то они пасуют перед ним. Ну, я все-таки думаю, что, что свит выстоять, что свит, ну, у него есть какая-то давным-давно вколота вакцина, яка побороть то зло, обовязково. Ну, я не думаю, что свит заканчивается на нас. Не может так быть просто. Если бы он хотел, он бы ее уже застосовал. Как мы бачим, когда мы были беспилотниками по Российской Федерации, если можно так назвать, пока что, то он ядерную ответственность не использовал. Я думаю, у него очень много стримов, как то Си, Байден, которые строго настрого заборонили это использоваться, потому что это может начать глобальную ядерную войну, что не выгодно никому. Но кто знает, что больного придурка может впасть в голову? Что Европа и американцы позволят нам бить их ракетами по той территории. Я все-таки схиляюсь до того, что нет, 95% что нет. Моча в голове в нього присутня. 5% я все-таки залишаю на то, что это может происходить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok